Офисный стиль, доброжелательное общение с клиентами, помощь в предоставлении любых государственных и муниципальных услуг. Сотрудники офисов МФЦ работают с 8 утра и до 8 вечера, 7 дней в неделю. Отделения в Одинцово одно из самых больших, обращений всегда много. Наши сотрудники в первую очередь должны обладать клиентоцентричностью. То есть каждому заявителю нужно найти свой подход, с кем-то подольше поговорить, кого-то наоборот побольше высушить, чтобы заявители остались довольны предоставлением любых услуг. Также, конечно, это необходимо знать нормативную базу по многим сферам. Не забыть и про тех, кто не может добраться в офис самостоятельно. Инвалиды, льготные категории граждан, пожилые люди старше 80 лет. Их обслуживают прямо на дому. В месяц по округу совершается около 30 выездов. А весной эту услугу стали оказывать и раненым военнослужащим в госпиталях. На самом деле это очень важно для бойца. Восстановить утерянные документы, вернуть свой доступ к госуслугам, получить СНИЛС. Также это важно для ребят с освобожденных, с новых территорий, присоединенных к нам, потому что именно они стали гражданами России. И, конечно, взаимодействие с МФЦ в этом случае делает великое дело и помогает парням стать полноценными гражданами России. Совместно с волонтерами фонда «Своих не бросаем» сотрудники МФЦ собирают заявки от военнослужащих, помогают в оформлении необходимых документов, учат пользоваться новыми электронными сервисами государственных и муниципальных услуг. Рассказывает про действующие льготы и соцподдержку. Для нас самое важное в организации этого всего процесса – это не статистика и не цифры, а больше оказать психологический комфорт нашим бойцам, чтобы оказать им какую-то помощь, которую мы можем, для того, чтобы они могли пользоваться всеми услугами, которые им положены. Также оформлять льготы в дальнейшем через самый портал госуслуг, ну и чтобы они не чувствовали себя брошенными. Причем такие выезды сотрудники совершают по личной инициативе в свой выходной. Говорят, это не работа, а доброе дело, чтобы поддержать наших героев. Татьяна Верняковская, Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...